Злые капиталисты не пускали молодую советскую Россию на международную арену. Они объявили ей бойкот, и больших усилий стоило прорвать вот эту вот дипломатическую блокаду. Неужели они такие злые? Почему происходили эти события? Почему Россию советскую очень долго не признавали в мире? Вот сегодня об этом мы и поговорим. Приветствую всех на канале Тьютор Онлайн. С вами снова история. Большевикам после прихода к власти и после того, как они более-менее стали побеждать в гражданской войне, а потом и окончательно в ней победили, действительно нужно было пробивать своеобразную блокаду. Действительно пришлось добиваться международного признания своей власти. Но почему? Неужели капиталисты такие действительно злые? Надо сказать, они действительно создавали вокруг России санитарный кордон, так называемый, чтобы остановить распространение красной заразы. Но неужели Советская Россия, а потом и Советский Союз не давали к этому никакого повода? Посмотрите на герб Советского Союза. Серб и молот. Символ власти трудящихся. Над чем? Над всем земным шаром. Советский Союз только вот с годов 40-х, ну в конце 30-х, стал наследником России и стал получать такие вот имперские черты. До этого, в принципе, его можно было расширять на весь земной шар, присоединяя все новые и новые и новые республики в качестве союзных. И, в общем-то, марксизм это и предполагал. Мировую социалистическую революцию. И лидеры большевиков действительно ею грезили мировой социалистической революцией. И во время Советской Польской войны Красная Армия не давала отпор, агрессии там и не переубеждала поляков, что не будет у них Польши под Днепр. А именно хотела на штыках Красной Армии принести революцию в Польшу. Ну, под Варшавой ее переубедили, но желание такое было. Поэтому санитарный кордон создавали не зря. Тем более, что в Европе были Красные Республики. Была коммунистическая власть в Венгрии, она была подавлена всеми соседями. Была Красная Бавария, там справились только своими немецкими силами. Плюс пятая колонна этой самой Красной Баварии, именно тогда в Баварии усилились фашисты. На волне борьбы с коммунистами, вот с этими самыми красными силами. Поэтому у Европы были причины создавать вот этот санитарный кордон. Потому что, как когда-то Великая Французская Революция провозгласила мир хижином, война дворцам. И призвала все народы освободиться от тирании. Так и советская пропаганда призывала все народы освободиться от тирании. На что надеялись большевики на переговоры в Брест-Литовске, подписывая мир? Они надеялись, что немцы выдвинут не такие суровые условия? Нет. Они надеялись, что пока они будут тянуть время, В Германии, в свою очередь, произойдет социалистическая революция. И поэтому все усилия кинули не на дипломатию, а как раз на распространение листовок, на соответствующую печать, на пропаганду, на все такое. И действительно, революционные выступления были, но в 17-м году в Германии они были подавлены. Революция началась только в 18-м. Поэтому тенденция к распространению, к мировой социалистической революции, она была и была довольно-таки долго. Ну, хотя бы вспомните, какую гимну Советского Союза. До Великой Отечественной войны это интернационал. То есть, опять же, вот мировое социалистическое государство. Еще, еще один очень важный фактор. Россия в Первую мировую войну набрала довольно-таки много долгов. Потому что, ну, нужно было закупать вооружение, нужно было много чего закупать. А большевики что с этими долгами сделали? Извините за просторечие, наплевали. Сказали, мы новая Россия, мы к этим долгам не имеем отношения, спрашивайте их с царской власти. Но при этом они пользовались госсобственностью, которая досталась им от вот этой самой царской власти. И в этом тоже причина международной изоляции. Потому что Советская Россия отказалась отдавать долги как государству, так и частным лицам на Западе. И эти долги отдавала уже Российская Федерация уже после развала Советского Союза. Не думаю, что имеет смысл подробно разбирать все эти конференции. Там Рапальская, Лозангская, там хуча всего еще. Действительно, на каждой конференции советская делегация вырывала определенные-определенные уступки. И в итоге в том же Лондоне сказали, ну, Британская империя торговала и с людоедами. Оценка большевиков понятна, но все равно торговля началась. А окончательно торговлю с Советским Союзом оценили во время мирового экономического крейса 29-33 года. Тогда экономика не работала. Тогда крайне нужны были заказы, чтобы эту экономику запустить. А Советский Союз, продавая продовольствие, платил твердой валютой. В той ситуации, наверное, извините, если бы от котлы заказал, этот заказ бы все равно выполнили с большим удовольствием. Поэтому и Советскому Союзу стали поставлять все, что он хотел, независимо уже от того, кому они что поставляли. Главное, что Советский Союз платил твердой валютой. И вот это окончательный выход в международной изоляции. Хотя и до этого, конечно, советские представительства были, и советские посольства работали, но торговля окончательно вошла в свое русло именно тогда, когда в Советском Союзе нуждались как в заказчике. Ну, а мы в вас нуждаемся не как в заказчиках, а как в зрителях, как в потенциальных учениках. И если вам понравился этот ролик, то не скупитесь, пожалуйста, на лайки. И подписывайтесь на канал, если вы все еще не подписаны. Ролики будут и дальше. Всем пока!